Актуальный комментарий На борту находилось четыре члена экипажа, 97 взрослых и двое детей. И вот в чем чудо? В том, что все остались живы. Да, действительно. Случай уникальный в наши дни. Это чудо, потому что самолет разрушился, но никто не погиб. Да, вот 85 человек обратились за помощью, находятся в больнице, в госпиталях, но действительно никто не погиб. И слава Богу, что так произошло. Часто ведь даже падая с небольшой высоты, самолет либо взрывается, либо загорается. И мало кому удается выжить в такой ситуации. Здесь, когда мы видим, мы можем сказать слава Богу и увидеть, что через такие чудеса Господь напоминает нам о том, что, к сожалению, наша земная жизнь может оборваться совершенно в любой момент. И, конечно, я думаю, что это был таким неким уроком для тех, кто летел в этом самолете. Может быть, это было необходимо для того, чтобы люди задумались о своей жизни, о своих поступках, о том, как они вообще живут и чем они живут. Потому что, если человек живет только сегодняшними заботами и думает о том, как ему заработать, как ему потом потратить, как ему отдохнуть, это все, безусловно, очень важно и необходимо. Но все-таки мы должны помнить о том, что мы здесь на земле гости, мы временно находимся здесь. И вот такие примеры часто заставляют людей задумываться о смысле жизни, о том, что они сделали в этой жизни. Ведь такое чудесное спасение часто называют вторым днем рождения. И, безусловно, я думаю, что для многих, кто летел в этом самолете, в общем-то, этот случай будет таким переломным, может быть, в их жизни. А вот напрашивается естественный вопрос, почему подобные уроки, они редко происходят? Почему Господь попускает катастрофы? Вы знаете, в Евангелии есть пример, когда Христос спрашивает о том, как думают ученики, вот те, кто погиб при падении, разрушении столба, 18 человек погибло, что они были грешнее, чем другие. И говорит, нет, они были не грешнее. Но для того, чтобы люди увидели то, что действительно покаялись и подумали о том, что для них важно в жизни. Потому что, когда человек сталкивается с такими событиями, он действительно невольно задумывается о том, ради чего он живет и как он живет. Если он живет только ради себя, ради своих близких, а всех остальных людей, в общем-то, фактически не замечает, или, как у нас говорят, идет по головам других людей, ну, какой багаж он соберет в свою душу, бессмертную душу? А когда человек действительно старается не только ради себя жить, но и ради других, служа людям, стараясь поступать по любви, тогда вот действительно не нужно нам уже таких примеров, и человек прекрасно понимает, как он должен жить. И, видя такие примеры, действительно, это просто восхваляет Бога, который напоминает нам о том, ради чего мы живем. Спасибо вам. Спасибо. Вы смотрели программу «Актуальный комментарий». Всего вам доброго. Спасибо.